Слава нашему Господу Мы пели, чтобы быть тем светом, который мог бы освещать путь другим людям к Господу, к жизни вечной, чтобы и наши сердца Господь осветил, и каждый уголок, возможно, темный, был освещен, чтобы мы все принесли перед лицом Господне и ходили во свете. Слава нашему Господу за то, что мы имеем эту возможность обращаться к Нему через Сына Его, Иисуса Христа. Слава нашему Господу. «Вся земля взывает к ней, небо благословляет ее, и все дела трясутся и трепещут пред нею, и в ней нет неправды». О чем речь, братья и сестры? Почти. «Вся земля взывает к истине, и в истине нет неправды. Небо благословляет истину, и все дела трясутся и трепещут пред истиной». Когда-то один человек, вы все его прекрасно знаете, как его зовут, который в свое время умыл просто перед народом руки, но перед этим он спрашивал и говорил такие слова, что есть истина. «И кого бы мы ни спросили из людей верующих, каждый в себе уверен, что он познал истину. Каждая церковь утверждает, что она проповедует истину, и мы в том числе. И то, о чем я сегодня хотел бы говорить, так и названа истинная истина. Словосочетание, вот это даже как-то неуместно, почему-то мы так думаем, что есть много истин, и некоторые утверждают, но истина бывает только одна, и не бывает какой-то истинной истины. Есть одна истина, а что не соответствует истине, это уже не есть истина. Это уже есть где-то примесь какого-то незнания, возможно, может быть где-то примесь какого-то противления, может быть примесь какой-то лжи. И когда мы читаем Священное Писание, апостолы говорят очень часто, упоминают о том, что наступят времена, в которые люди отвергнут истины и обратятся к басням, которые просто не захотят вникать в себя, в учения, не захотят исследовать Писание, а остановятся на каком-то уровне, на каких-то началах истины, и на этом остановятся и не захотят продвигаться в познание Господа нашего Иисуса Христа. А мы помним о том, что Господь хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Есть начальная стадия истины, когда человек познает, что он грешник, это есть истина, и он приходит к Богу в покаянии, Господь принимает его, он вступает в завет с Господом, принимает водное крещение и на этом останавливается. Он поступил по истине, но не продвинулся дальше. И наша задача, чтобы, исследуя Писание, все-таки найти и узнать, что есть на самом деле истина, от чего она освобождает и как она выглядит. Об истине очень много в мест священном Писании, и у меня просто не хватит времени, чтобы все перечитать, но некоторые места я затрону. В Псалме 35, 6 стихом сказано, «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков». Истина до облаков, а милость до небес, что выше. Милость превозносится над судом. Есть истина, которая говорит то или другое, и суд, но есть милость, которая превозносится над судом. Как небеса превозносятся над облаками, так милость Господня превозносится над истиной. «Ибо у Тебя источники жизни, во свете Твоем мы видим свет». Очень интересное место священного Писания. Вы помните, когда Господь создал свет и стал свет, но солнца еще не было. Был сотворен свет как таковой, а солнце появилось позже. Поэтому здесь сказано о том, что у Тебя источники жизни, во свете Твоем мы видим свет, который нам посылает Господь через солнце. Но далее сказано, «Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою правым сердцем». Оказывается, мы с вами нуждаемся в том, чтобы Господь продлевал к нам милость и продлевал праведность, продлевал правду к правым сердцам. Мы нуждаемся в том, чтобы возрастать в познании Господа, в познании истины, в познании правды. И далее еще один Псалом, читаю, 118, где в 142 стихе сказано, «Правда Твоя, правда вечная». Истина, она вечна, правда Господня, она вечна. У людей иногда правда имеет срок какого-то действия, действительности, но у Бога правда, истина, она вечная. «И закон Твой истина». Закон, заповедь Господня является истинной не на какое-то определенное время, а вовек. Закон Твой истина. В свое время, оценивая ситуацию, пророк, видя, как живет народ, он от имени всего народа, он говорил следующие слова. Это записано в 59 главе пророка Исаия с 13 стиха. «Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова, и суд отступил назад, и правда встала вдали. Ибо истина прикнулась на площади, и честность не может войти, и не стало истины. И удаляющийся от зла подвергается оскорблению, и Господь увидел это, и противно было отчам его, что нет суда». Очень непростое время, нелегкое время переживал народ израильский, когда пророк, видя это, оценивал ситуацию, и Господь говорит о том, что он просто, видя это, это стало противно его отчам. Почему? Потому что истина приткнулась на площади, потому что правда встала вдали, потому что, как здесь сказано, честность, суд отступили назад. И если говорить о народе израильским, да, мы, видя их жизнь, мы можем согласиться с этим, анализируя ситуацию, но посмотрите на мир, который окружает нас. Давайте посмотрим на нас самих себя. Не бывает ли так, что где-то мы говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова? Если я свободен от этого, слава Господу, если ты свободен от этого, слава Господу, и благословит тебя Господь, и далее. Но сегодня есть еще возможность, если где-то ты заметил, что не во всех поступках ты поступал праведно, не во всех поступках ты вел себя, соответствуя истине Божьей, есть еще возможность прийти к Господу, потому что Он действительно хочет, чтобы ты и я спаслись и пришли к познанию истины. Иисус в свое время говорил такие слова, это записано в Иоанна 14, главе 6 стихом. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». До появления Христа на этой земле были определенные условия, как прийти к Господу, что сделать для того, чтобы Господь принял тебя, что сделать для того, чтобы найти благоволение в очах Его. Но с того момента, когда пришел Сын Божий, Иисус Христос, когда Он явил Себя этому миру, как свет, как истина, Он говорит, что никто не может прийти к Отцу, как только через Меня, через Иисуса Христа. Ты и Я, мы можем прийти к Отцу Небесному. Далее Он продолжает в беседе с теми, которые окружали Его. Между ними были книжники, фарисеи, саддуки, и был простой народ. И Он говорил к уверовавшим в Него и иудеям. Заметьте, что сказано, к уверовавшим в Нему, то есть они приняли Его, как за Сына Божия. И Он говорит им такие слова в 8 главе Евангелия от Иоанна. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои, ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Истина сделает вас, а сегодня тебя и меня, свободными. И, наверное, как в те дни, мы можем сказать, мы, в принципе, свободны. Отчего еще истина может освободить меня? Отчего она может освободить тебя? Отчего же освобождает истина? И мы читали о том, что Христос называет Себя, и говорит, я есть истина. И далее мы читаем в 8 главе 36 стихом. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Вы встречали людей, которые уверены в себе, что они свободны, но при этом замечаем, что они в полной зависимости? Чаще всего, когда человек находится в какой-то зависимости, ему кажется, что это мелочи, он в любое время может это оставить. И с такими людьми очень трудно работать, очень трудно что-то сказать, как-то помочь им, потому что они уверены в себе, как фарисеи на тот момент. Мы свободны и не были рабами никогда никому. А истина для того, чтобы ты и я получили свободны. Итак, свободен ли я, свободен ли ты, брат или сестра? И, наверное, звучит следующий вопрос. Свободен от чего? От чего сегодня освобождает истина? Иисус, отвечая на этот вопрос, Он говорит очень просто. «Истина, истина, говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Хотим мы с этим согласиться или нет? Нет, трудно с этим согласиться. Но всякий, делающий грех, есть раб греха. Об этом сказал Иисус. И позднее апостол Павел будет писать к римлянам, и он скажет такие слова. «Грех не должен над вами господствовать». Когда грех господствует надо мной, я являюсь рабом греха. Возможно, где-то в каких-то только пунктах своей жизни, в каких-то сферах, но все-таки есть я раб греха. Я свободен от многих вещей, но если хоть что-нибудь владеет мною, если грех господствует надо мною, то я являюсь рабом греха. И только Иисус Христос, только истина может освободить каждого из нас. В первом послании Иоанна во второй главе мы читаем следующие слова, когда Иоанн, обращаясь к тем, которым было направлено это письмо, а сегодня к нам с вами он говорил такие слова. «Дети мои, сей пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Он есть наш ходатай, слава нашему Господу. И когда мы согрешаем, у нас есть надежда, что есть Тот, Который кровь свою пролил за каждого из нас, для того, чтобы ты и я могли приходить к Нему и получать очищение, получать освобождение, и только Он один может освободить тебя и меня. Но когда мы говорим о господстве греха над человеком, мы осознаем, что только Тот, Который осознал, что Он нуждается в помощи, в освобождении, может рассчитывать на это освобождение. Ведь ни один раб еще не освободился или не был освобожден по чьей-то только воле. Он должен этого захотеть. Если врагу, если рабу удобно находиться у хозяина, и если он скажет «У меня, у тебя хорошо», был определенный обряд. И сколько людей сегодня просто согласно жить в этом рабстве? Сколько людей сегодня согласно жить в этом порабощении, не осознавая, что насколько лучше быть свободным? Свободен ли я сегодня от закваски фарисейской, которой есть лицемерие? И когда я задаю этот вопрос «Свободен ли я?», я бы хотел, чтобы ты сейчас не смотрел на меня, как на проповедника, а смотрел на себя и задавал тот же вопрос «Свободен ли я?» Именно ты? Свободен ли ты от закваски фарисейской, которой есть лицемерие? И что может освободить от этой закваски? Истина. Иисус Христос через покаяние, через исповедание. Хочу задать такой вопрос. Как вам кажется, фарисеи, они были религиозными людьми? Быть религиозным человеком – это хорошо или плохо? В принципе, да. Но Христос нечто добавил к этому. И Он говорил такие слова «Если вы не превзойдете праведности книжников и фарисеев не войдете в Царство Небесное». То есть, есть некая ступень, начальная форма познания Господа, где человек пытается быть религиозным, познавая Господа, но наша задача сегодня – превзойти праведность книжников и фарисеев. И Христос именно так и говорил, «Если вы не превзойдете, то не войдете в Царство Небесное». Превзойти – я согласен, нужно, необходимо. Но как в практической жизни? Как мне сегодня превзойти праведность книжников, праведность фарисеев? В практической жизни? Религиозный человек, он верит в существование Господа, Бога. Он верит, что Он даже создал что вокруг нас видимое и невидимое. Но в чем же разница между этим религиозным человеком, имеющим праведность фарисеев, и человеком поистине свободным? Если религиозный человек верит в Бога, то свободный человек, очищенный кровью Иисуса Христа, свободный человек, он верит Богу. В этом вся разница. Религиозный человек, он даже уверен в том, что он разбирается в больших таких темах, в каких-то сложных теологических вопросах. Он даже, возможно, закончил какое-то учебное заведение, и он хорошо осведомлен, он верит в Бога. Но очень часто среди таких людей есть те, которые еще не свободны, которые не верят Богу. Религиозный человек, обращаясь к кому-либо, он говорит такие слова «Смотри на Христа». Что плохого в этих словах? Мы сами иногда так говорим, и это хорошо. Особенно, когда мы говорим с человеком, который немножко огорчен, который разочарован в чем-то, возможно, в людях, возможно, в церкви, возможно, еще где-то. И мы говорим «Смотри на Христа». И мы говорим точно так же, как говорят и фарисеи, «Смотри на Христа». А что же говорят люди, которые действительно свободны, свободны от греха, которые освобождены Господом Иисусом Христом? Вы знаете, что они говорят? Я бы хотел, чтобы ты и я могли сказать слова в нужное время. Чтобы мы могли сказать «Взгляни на нас». Нет, это не высокомерие, это не надмение, это выражение людей, которые поистине свободны. И вы знаете, что происходит, когда они говорят «Взгляни на нас». Золото и серебра у меня нету, но что имею, то даю тебе. Это люди свободны в Господе. И после того, когда Господь совершит то или иное дело через тебя, через меня, через людей свободны в Господе, мы не остановим взгляд людей на нас. Мы переведем его дальше и скажем «Что вы смотрите на нас?» «То, что сделано, сделано именем Иисуса Христа». И ради веры в Иисуса Христа даровано исцеление, даровано освобождение, сделано то или другое во имя Иисуса Христа. Так говорят свободные люди. «Взгляни на нас», а после того, что Господь сделает, переведут взгляд людей на Господа. Люди религиозные часто цитируют Псалом Давида, который звучит так, это 32-й Псалом, и они говорят «Радуйтесь, праведные, о Господе! Правым прилично славословить, но при этом у них иногда мрачные лица». Правым прилично славословить, и я каждый раз, выходя на это место, призываю, и братья тоже так же делают, чтобы нам воздать славу Господу. И мы призываем к тому, чтобы радоваться о Господе. Но если при этом, из-за того, что у нас какие-то какие-то проблемы возникли, или, возможно, нам не совсем здоровиться, или, возможно, у нас какие-то финансовые проблемы, или еще что-то в жизни происходит, и мы говорим «Радуйтесь, о Господе! Правым прилично, правословившим». Но при этом те заботы, те проблемы, те, возможно, какие-то неудобства отражаются на нашем лице печалью, унылостью, то мы не совсем свободные люди. Потому что вот эти заботы, потому что те проблемы, они порабощают нас. И мы понимаем, что нужно славословить Господу, и мы понимаем, что «Радуйтесь, о Господе!» но при этом у нас лица унылые. Как же ведут себя люди, которые свободны, действительно, и освобождены Иисусом Христом? Они говорят похожие слова, но они не призывают к тому, что «Радуйтесь, праведное, о Господе!» Они говорят, «А моя душа будет радоваться, о Господе!» «Моя душа!» «Я лично, я рад!» И это отражается на моем лице. Я знаю, что Господь в любую минуту, где бы я ни находился, в тяжелой ситуации, Он выйдет навстречу. И те обстоятельства, в которых я сейчас нахожусь, они не влияют на меня так сильно, что это отражается на моем настроении, на моем лице. Моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. И Он не только это говорит, это отражается на Его лице. Я бы хотел, чтобы ты и я были такими свободными людьми, чтобы все эти заботы, все, возможно, проблемы не отражались печально на наших глазах, не отражались на наших лицах, но чтобы мы радовались о Господе. И чтобы к этой радости тянулись люди, чтобы они спрашивали, «Как вы можете в такое тяжелое время радоваться о Господе? Быть веселыми, не быть унылыми? Печально, когда ты наблюдаешь за христианами, которые погрузились в этот поток негативной информации, которая просто порабощает людей. И мы не должны быть похожими на них. Мы должны отличаться, мы должны быть свободными, и действительно радость на лицах наших будет отражаться. И они заинтересуются, в чем секрет вашей успешной жизни, благословенных семей, благословенных детей, радостных ваших лиц. В чем суть? Что вас радует? А мы скажем, мы радуемся о Господе и о спасении Его, потому что пройдет короткое время, и все эти невзгоды, все эти проблемы, они улягутся, и Господь окажется верным. Слава нашему Господу! Часто религиозные люди, они принимают на себя вид благочестия, и выглядят очень даже неплохо. И на них могут обратить внимание, но при этом не обуздывают своего языка. И знаете, что говорит Яков о таких людях? Кто думает, что он благочестивый, но не обуздывает своего языка, у того пустое. То есть ничего не стоящее благочестия, это только игра, это всего лишь маска, это всего лишь вот это видное, но что происходит там в глубине? Возможно, ты являешься этим рабом. Я читаю еще одно место, где апостол Павел, он обращаясь в послании к римлянам в 8 главе, он говорит такие слова. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе и Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И когда я это осознаю, когда я понимаю, что где-то я еще способен согрешать, но при этом имею ходатай и обращаюсь к Нему о милости, о прощении, об очищении и стараюсь и стараюсь с Божьей помощью жить по духу, то этот закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Что же гласит этот закон греха и смерти? Похоть, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И это закон, и от него не уйдешь, кроме как только через покаяние, исповедание, через омытие и прощение Иисусом Христом, через освобождение истиной. Однажды Христос молился, зная, что час его приближается, чтобы оставить эту землю, чтобы отдать свою жизнь за каждого из нас. Он молился к Отцу и говорил такие слова, 17 глава Иоанна, 17 стих, «Освети их истинною, слово Твое есть истинно». И когда мы вникаем в Священное Писание, когда мы читаем Слово Божие, не просто как книгу, а исследуя его, возможно, ты в день не прочитываешь несколько глав, но ты остановишься на некоторых стихах, которые действительно наполняют твои сердца, о которых ты размышляешь, когда ты вникаешь в это Слово, когда Господь через эти слова открывает тебе то, что ты раньше не замечал, ты познавишь, что есть истина через Слово Его и Господь освящает тебя. То есть, другими словами, отделяет тебя от этого мира, отделяет тебя от того, что происходит вокруг, и это не влияет на тебя совершенно, потому что ты в Господе уверен в завтрашнем дне, и ты свободный человек. И я благодарен за каждого из нас, которые нашли и обрели эту свободу в Господе нашем Иисусе Христе, слава Ему. Я читаю еще одно место, где в Ефесянам, в 4 главе 20 стиха Павел говорит, но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Истина в Иисусе. Но в чем же заключается эта истина в Иисусе? Истина в Иисусе заключается в том, чтобы отложить прежний образ жизни. Прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и обличиться в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему отвергнув ложь, а здесь уже практические советы, как же достигать истины в Иисусе? В каждый день нашей жизни практически отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что вы члены друг к другу. Да благословит нас в этом Господь, как церковь, и каждого из нас лично, чтобы мы освободились от греха и стали рабами Бога. Богу. Человек верующий, христианин, который полностью отдал свою жизнь на служение Господу, он не может быть полностью свободным, независимым. Господь дарует свободу от греха, Он дарует свободу через омытие, через омытие кровью Его. Но когда человек освобождается от греха, он становится рабом Богу. И в свое время Павел говорил такие слова, что если бы я и до сих пор, до сего дня, до этого времени угождал бы людям, я не был бы рабом Христовым. Иногда мы пытаемся угодить кому-то, иногда мы пытаемся где-то послужить друг другу, и это хорошо. Но самое главное, чтобы мы помнили о том, чтобы первая наша первостепенная задача служить и угождать Господу. И когда мы будучи свободны от греха, станем рабами Христу, придет время, где Христос, подобно как к ученикам, обращался и скажет такие слова, я не называю вас рабами, я называю вас друзьями. Более того, Господь дал нам власть называться и быть детьми Божьими. Но для того, чтобы получить этот статус, для того, чтобы получить действительно полную свободу, мы должны отказаться от греха, мы должны отложить прежний образ жизни и жить по духу. И на практике каждый день у нас есть возможность либо подчиниться греху, либо подчиниться Богу. Это наш выбор каждого из нас лично. Я благословляю вас на то, чтобы Господь даровал каждому из вас и мне в том числе полную свободу от греха, полную свободу от мнительности, полную свободу от того, чтобы нам переживать, а что о нас подумают, а что скажут. И чтобы мы действительно были теми праведниками, которые превзошли праведность книжников и фарисеев, чтобы мы не только верили в Бога, но верили и доверяли Богу. Чтобы, когда нас просят, как жить христианской жизни практически, чтобы мы имели дерзновение сказать, посмотри, ты увидишь, потому что Христос живет во мне, ты увидишь повседневно в моей жизни, что Христос живет во мне, взгляни на меня. И когда Господь начнет действовать через тебя в жизни этого человека, ты скажешь, а теперь воздай славу Богу, потому что я раб ничего не стоящий, сделал только то, что должен был сделать. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok